Очень хорошо. Я, во-первых, хотела поблагодарить за приглашение на конференцию и на Геральдовну, и всех коллег, и за очень интересные доклады. Простите, сегодня как-то я не очень задаю вопросы, но на самом деле доклад очень интересный. Но моя тема действительно завораживающая, и вот опираясь на замечания к последнему докладу относительно того, насколько исследована этот вопрос в других работах, могу сказать, что существует монография, которая посвящена не столько Страшному суду, сколько описанию рая в древнеанглийской традиции, в древнеанглийской поэзии и прозе, но там достаточно мало именно о проблеме Страшного суда, как это ни странно. Но отчасти этот вопрос там затрагивается, но я буду говорить немножко о других моментах, которые связаны непосредственно с работами Михаила Михайловича Бахтина, прежде всего с двумя его работами, это «Форма времени и хронотопа в романе» и «Эпосы роман». Но ни одна из этих работ напрямую не связана с древнеанглийским материалом, но они обе дают очень важное представление о путях развития литературы. Прежде всего остановлюсь на второй его работе, где соотносится роман и эпос как жанр. И Бахтин выделяет у эпопеи три главных особенности. Первая – это национально-эпическое прошлое как главный предмет эпопеи. Второй – национальные предания, они личный опыт как основной источник эпопеи. И третья – абсолютно эпическая дистанция, отделяющая мир эпопеи от современности. Сегодня я подробно хотела бы остановиться на последней важней характеристике эпоса, выделенной Бахтиным, это эпическая дистанция. По определению автора – это отделение времени рассказчика и слушателя от времени героев эпоса, отнесение последних на совершенно иной и недосягаемый ценностно-временной уровень. Как пишет Ольга Александровна Смирнецкая, рассматривая поэмы «Биавольф», эпическая дистанция принимает своеобразную форму в древнеанглийском эпосе. Цитирую. «Прошлое уже не имеет присущей эпосу абсолютной завершенности и замкнутости. Оно оказывается доступным для оценки снова, не вытекающей из него самого и определяющей лирическую тональность поэмы точки зрения и ищет себе продолжение в настоящем». Конец цитаты. Эпическая дистанция, то есть ценностное возвышение событий прошлого во многом смыкается с понятием героики, которое может быть предметом отдельного очень внимательного рассмотрения. Но для нас сегодня существенно то, что эта оценка в эпосе англосаксов осуществляется с точки зрения христианских ценностей и идеалов. И рассказ христианина о мире языческого прошлого или от ветхозаветных народов предполагал постоянное нравственное осмысление описываемых событий, как прямое, так и опосредованное, за счет чего происходила трансформация человеческой дистанции. И нам хотелось бы остановиться именно на хронотопических аспектах этой трансформации, то есть на соотнесении разных временных пластов и их оценки в произведениях христианского эпоса. Одним из различий христианского языческого взгляда на мир является представление об истории. Если в язычестве оно мыслится как замкнутый, повторяющийся процесс, в христианстве, существенным является устремленность истории к будущей, ожидание второго пришествия Христа вместе с ним и страшного суда, воздаяние за грехи для грешников и спасение для праведников. Интерес к теме страшного суда и конца света пронизывает средневековую богословскую мысль. Прозаические сочинения англосаксу здесь не исключение, и рассматриваемые темы излагаются в переводах апокрифических сочинений, это прежде всего Евангелие от Никодима, апокалипсис Фомы, в толковании на апокалипсис Бэда Досточтимова и в знаменитой проповеди от Волка к англам Сэрма Люпи от Англоса Вольфстона-Йоркского, но и в ряде других текстов. Смерть и страшный суд и посмертная участь человека были важной частью жизни, поэтому проповеди, затрагивающие эту тему, как и толкование, предполагали прямое обращение к аудитории, предостережение, наставление, норовоучение. Примерно такой проповеди можно назвать проповедь Волка к англам и некоторой проповеди Эльфрика, где события современности смыкаются с событиями апокалипсиса, конца света и страшного суда. В поэтических произведениях наиболее развернутое описание страшного суда содержится в третьей части поэмы «Христос», иногда ее так и называют «Christ Three», и есть еще две поэмы или две части одной поэмы, которая так и называется «Страшный суд» или «Судный день», «Judging Day» по-английски, две части, где описания суда являются частью основного сюжета, но мы бы хотели более внимательно рассмотреть не эти тексты для начала, а фрагменты пророчества о страшном суде, которые воспринимаются как зримые картины и которые включены в поэмы, которые сюжетно в соответствии с источником не должны быть рассказами о страшном суде. Это прежде всего поэмы «Кодекс Июниуса», «Бытие», «Исход», «Христос и Сатана» и некоторые другие, где так или иначе упоминание «Страшного суда» вплетается в сюжетные линии. И я должна здесь показать примеры. Первый пример относится к древнеанглийской поэме «Исход». Видно ли мой экран? Видно очень хорошо экран, спасибо. Винно. Ленту, чтобы было виднее. Как известно, сюжет библейской книги «Исход» напрямую не связан с идеей страшного суда и посмертного воздаяния человека, однако в первых же строках появляются мысли именно о посмертном воздаянии. Это вот эти первые восемь строк о том, что мы слышали о завете или о судах Моисеевых, о чудном уставе, о том, что на небесах будет всякому блаженному после тесного или смертного или страшного пути за жизнь возгояния, для души всякой живой извечное обетование, как то сказали или поведали воинам. Допуская, что первые строки произведения должны соотноситься с его основной темой, можно предположить, что речь в ней пойдет как раз о том, что человека ждет после смерти. И первая же временная координата здесь – это вот это Беа Люсива страшный, смертный, ужасный путь. Однако далее поэстание переходит к описанию судьбы Моисея, исхода из Египта, перехода через Красное море. Но в финале поэмы «Исход» содержится как бы продолжение этого зачина, которое имеет много параллелей с этим зачином, конец или финал поэмы и содержит указание на страшный суд, на ожидание этого страшного суда. Я тоже покажу здесь пример достаточно длинный, может быть, даже я его прочитаю, но и нам книжники лучше расскажут о том, что высшей благодати жизненной, она лишь суетное счастье, грехами отевченное, изгнанником дарованное, несчастное побежище. Лишенные вочины тут пишет свинезар, зал с тостой обретутся, скорби в душе о доме мерзости узнают, сокрытым под землей, где будут огни, червь, отверстие вечное бездна для всякой пагубы. Анита отъявлена, царство делит старостью смерть до времени, для будущей жизни грядет в силе и славе великой в оград средины создаянием за дела твоего того дня сам Господь содержитель, на том месте соборном он многих рассудит, он истину возлюбивших души приимет блаженных духом на небеса, там где свет и жизнь и его благодатная слава, дружина ликуя восхвалит Господа народов спасителя славного во веки вечные. Это вот заключительные строки поэмы «Исход», которых я хотела бы остановиться чуть подробнее, но здесь привлекают прежде всего само наименование участников этой сцены, они называются «врэка» и «эвэлэсэ», то есть это наименование, которое соотносимо с изгнанниками, и они используются в самом тексте поэмы по отношению к израильтянам, но, видимо, здесь они уже относятся и к англосаксам, собственно, к аудитории поэмы и ко всем людям, поскольку появляются здесь местоимения «вэ», «мы», то есть это рассказ, который обращен непосредственно к аудитории. И вот за счет употребления вот этого местоимения первого лица, а также глагола в формах настоящего времени, которое могло употребляться в значении как настоящего, так и будущего, происходит как бессмыкание времен, времени рассказа и времени слушателя. Изближение героев рассказа с его аудиторией и сравнение с изгнанниками позволяет автору поэмы передать христианское представление о бренности человеческого существования, о том, что перед Богом всякий человек предстает один, так же, как изгнанник всегда одинок, он сам отвечает за свои грехи. И каждый в какой-то мере является изгнанником в земной жизни, но станет изгнанником и после смерти, он не будет иметь возможности пировать из своей дружины и ждать от нее или своего господина помощи и защиты. Лишается он материального воплощения земного счастья, это земное надел и сокровище. Важной пространственной координатой в этом отрывке является обозначение пиршественного зала. Ну, понятно, что наименование людей изгнанниками так или иначе влечет за собой использование вот этой темы изгнания, которая ассоциируется прежде всего с элегиями и несчастье изгнанников выражается в том числе в невозможности совместной трапезы со социальными дружинниками в пиршественном зале. И здесь вспоминаются безусловно строки в том числе изгнанников я их перевела в переводе Владимира Георгиевича Тихомирова где он говорит о том где рассказывающий древнеанглийский поэт говорит о том что изгою дана от рада клики лебедя крики баклана стон поморника ни смех застолье ни пение чайки ни медопития вот это вот немедопитие отчасти отсылает к пиршественному залу но оно здесь обозначается не как пространственные координаты ни как место но лишь как определенное такое благоприятное благостное занятие человека медопитие ни зал или место в поэме исход если мы вернемся к этому прием появляется обозначение именно места это юз цели вот это юз на юз цели пространственная координата которая позволяет оформить описание этого зала как зримое, то есть указание, которое в христианской литературе понимается как место, где грешники ожидают своего решения, то, что называется иногда, так называем, промежуточный рай или место ожидания суда, оно, вероятно, обозначается вот этой вот лексемью цели. Она интересна тем, что употребляется она также в Беовульфе. Я тоже приведу пример, но тоже в переводе Владимира Георгиевича Тихомирова, поскольку здесь, может быть, не важны столько конкретно синтаксические моменты, сколько вот достаточно большой такой пассаж, который описывает, с одной стороны, вот этот пиршественный зал, Херот, причем в таком контексте, где он осмысливается с философской точки зрения, как часть дренного мира, которому суждено погибнуть, так же, как и человеческому телу. Причем здесь интересно, что в Беовульфе, с одной стороны, есть живое описание вот этого вот пиршественного зала, которое описывается в плане прошлого, вот при помощи вот этого глагола was, здесь глаголы в прошедшем времени употребляются, но постепенно это описание переходит к так называемым гномическим установкам, в том числе к форме глагола be, booth, вот она здесь появляется, и также здесь появляется модельная глагола, то есть появляется описание того, что ожидает человека после смерти то, что должно с ним произойти. Но видно, что здесь вот эта лексема, она уже обретает явно негативные коннотации, непосредственно связывается с идеей бренности человеческой жизни, и мыслями о посмертном воздаянии за грехи. В поэме «Исход», однако, говорится о том, что герои не лишены пиршественного зала. Я вновь возвращаюсь вот к этому примеру из «Исхода», что они напротив этот зал, как бы им владеют, вот глагол «хайльдав», обретают, может быть, держат этот самый пиршественный зал, пребывают в нем. И можно предположить, что пиршественным залом, в котором окажутся странники-изгнанники, может называться «Скиния собрания» либо «Небесный Иерусалим», прообразом которого, как пишут о церкви, в общем, являлась вот эта «Скиния собрания», являлся ее народом. В соответствии с апокалипсисом, после смерти, пребывая именно в «Небесной Скинии», люди узнают в преддверии страшного суда о том, что ее ждет. Так образ пиршественного зала приобретает в поэме определенные христианские коннотации. Но здесь интересно, что появляется еще и другая пространственная координата. Это дом, находящийся под землей. Вот он назван «Фестудерфольден», и земля здесь обозначена той лексемой, которая обозначается «Ильная земля». И этот самый дом назван «Манхуз», то есть «Дом мерзости, преступлений или злат». Он оказывается крепко укреплен под землей. Далее приводится такое краткое описание, которое указывает на то, что это ад, поскольку это дом, где есть огонь, и змеи или черти. И кроме этого он называется еще и бездной. Более развернутое описание ада содержится в том же самом кодексе юнисов, в «Бытие Христоса и Сатана», поэтому, возможно, здесь уже автор поэмы «Исход» не развертывает это описание. Но кроме этого, важно понимать, что в контексте поэмы «Исход» вот ад упоминается лишь как предупреждение о грядущей опасности. Помимо вот этих двух пространственных координат райада в данном отрывке появляется еще одно место, дословно, это «Мефельстеда», вот оно здесь чуть ниже. Дословно можно это перевести как «место встречи» вместо «собрания». Выше в поэме, вот здесь в этих строчках, в поэме «Исход» я тоже выписала этот фрагмент. Это Алексея появляется один раз, когда описывается жертвоприношение Авраама, что он привел своего сына на гору моря, но там, естественно, не употребляется конкретная топонима, там употребляется название «соборное место» или «место встречи», хотя ни с кем он, конечно, там не встречался. Я перевожу это как «соборное место», поскольку по-русски это имеет ассоциации и с храмом, и с местом собрания одновременно, ну и так или иначе передает смысл этого древнеанглийского композита. Именно на этом месте должен произойти суд, возвращаясь к этому первому отрывку, должен произойти суд, то есть определение богом судьбы умерших. Причем древнеанглийский поэт описывает только благоприятный исход суда, но, видимо, потому что уже конец поэмы, он не упоминает здесь грешников, что может соотноситься с самим сюжетом поэмы «Исход», где воплошением грехов и грешников являются египтяне, которые уже погибли в водах Красного моря. Интересны в этом прагменте показатели времени. Я возвращаюсь вновь к самому его началу. Здесь дважды употреблено слово «ну», дословно это «сейчас» или «теперь». Это указание на настоящее время, которое предполагает, с одной стороны, тот момент в изложении светхозаветной истории, когда израильтяне перешли через Красное море, а с другой стороны, это переход из плана прошлого в план настоящего. Это то, которое относится уже к аудитории, тот момент, когда должны книжники, которые, говорят с аудиторией, должны им рассказать о том, что должно произойти с человеком после смерти. Но помимо этого, это же самое «ну», я напомню, оно начинает древнеанглийский, как бы всю древнеанглийскую поэму, потому что это первое слово гимна Кэдмана. «Новая скула Хэрригэн», то есть «сейчас мы должны восславить Господа». И один из исследователей этого текста поэмы, то есть гимна Кэдмана, пишет, что эта наречия могла восприниматься англосаксонская аудитория как указание на то, что происходит сейчас, то есть тогда, когда мы, англосаксы, уверовали и когда мы можем славить Бога. То есть это именно то настоящее, которое относится к обретению христианской веры. Но это значение данного наречия, оно актуально, в общем-то, не только для гимна Кэдмана, но и для данного эпизода «Пойма исход», поскольку начинается эпизод с того, что сейчас обо всем этом нам расскажут книжники. А второе «ну», вот оно «суа, ну, рег, нрофас», оно соотносит к повествованию не только с сакральным временем служения Богу, осмысления его закона, но и с профанным временем, вероятно, указывая, точнее, намекая на ту реальность, в которой существует рассказчик его аудитория. Конечно, здесь в «Пойме исход» нет подробного описания этой реальности, но вот это обращение, использование этих местоимений первого лица и отчасти этого показателя «ну», оно может восприниматься как такая очень далекая, отдаленная, может быть, аллюзия на это настоящее. Но вот более подробное упоминание реального времени, времени рассказчика, встречается в поэмах, которые приписываются Кюне Вульфу, где встречаются лирические эпилоги. В этих эпизодах подробно писала Наталья Юрьевна Гвоздецкая. Я не хочу тут останавливаться во всем повторять, Наталья Юрьевна, но немножко хотела бы остановиться на одном моменте, который касается именно хронотопа этих эпизодов, которые касаются эпилогов. В эпилогах, в поэмах Кюне Вульфа, прежде всего в поэме Елена, также происходит развив эпидемической дистанции. Поэт более или менее подробно описывает себя самого и свои переживания. Вот как он стал стар и устал, как настал его смертный час, то есть он рассуждает о самом себе. Причем всегда эти переживания связаны именно с размышлением о своей судьбе и в некоторых случаях именно о посмертной участи, отчасти о страшном суде, об ожидании страшного суда. Мы хотели бы привести эпизод из поэмы Елена, а не Елена, прошу прощения, Юлиана, в таком совершенно несовершенном переводе, где представлено как раз прямое обращение к аудитории. Здесь тоже повествование от первого лица, от лица я, рассказчика, и просьба молиться за автора поэма и упоминать его имя, а имя его Кюне Вульф плетено уронами в текст этих заключительных строк. И также здесь есть просьба молиться о прощении грехов. Вот она в самом конце. «Прости нас, Господи, сил, чтобы мы Твое имя, утешение человеков, мы милостиво могли встретить в тот день великий». И здесь есть еще просьба о том, чтобы просили о спасении души автора этой поэма. Но здесь эпическая дистанция явно нарушается, и, кроме того, появляются указания как раз на время страшного суда. «Онфэт мэрон тит, онфэт фрэгнан тит». И вот это именование Алексея Матит, которое имело тоже явно негативные коннотации, подробно она рассматривается в монографии Ольги Геннадьевны Чупрена, которая занималась основанием времени в древнеанглийской поэме. И, кроме того, обозначением страшного суда здесь появляется еще и фраза «Онфэмми к ландэге», то есть либо большой, либо великий, либо славный день, тот самый день страшного суда. А само повествование здесь как бы устремлено в будущее, и то резыв к молитве одновременно, он адресуется и настоящей аудитории. То есть здесь смыкается с одной стороны прошлое, которое описано, с другой стороны настоящее, и с третьей стороны будущее, будущее именно души человека. Вот видно в поэмах «Исход» и «Юлиана» сцены страшного суда, точнее даже ожидания страшного суда, представляющие собой пророчество о будущем, значительно меняют временные характеристики эпоса. Рассказ о предстоящем суде переводит повествование в план будущего и содержит адресацию в план настоящего в форме просьбы, предупреждения аудитории. Эти два примера соотносятся с произведениями, где страшный суд не является основной темой рассказа. Более сложное, более глобальное исследование страшного суда должно бы относиться к поэмам, которые их описывают. Это прежде всего третья часть поэмы «Христос», где как раз очень последовательно, подробно описан страшный суд. Но я кратко скажу только о композиции этой поэмы. Как правило, делится сама поэма «Христос» на три части. Первые 439 строк – это рассказ о Рождестве. Далее с 440 по 768 строки – это рассказ о Вознесении спасителя. И далее с 867 по 1664 – это в общем описание страшного суда. Такое очень подробное, глобальное. Но применительная тема хронотопа здесь важно, конечно, сказать, что во многом в этой поэме заметно влияние, прежде всего, апокалипсиса, но и самой эпической традиции. Потому что рассказ о страшном суде, об этом в общем предстоящем событии, он излагается при помощи форм как настоящего времени, которые имеют значение будущего, так и при помощи форм прошедшего времени. И вот это смыкание даже грамматическое разных времен в этой поэме, оно, конечно, требует такого подробного внимательного изучения, на котором мы не останавливаемся. Но что интересно в этой поэме, помимо вот такого тоже эпического, в общем, по духу, описания, описательного рассказа и об изменении неба и земли, «Концы света», которые, ну, мне бы нам так просто очень сложно сказать. Здесь появляются фрагменты, которые предполагают тоже прямое обращение к аудитории. Наиболее интересным фрагментом я бы назвала тот, который находится в начале пятой главы, это строки 1327-1335, где тоже появляется наречие «ну», тоже появляется «вэ», то есть вот повествование от первого лица, и призыв к людям обратиться в свои сердца и посмотреть на них взглядом своих очей, которые названы сокровищами человеческого тела, головы, «хэвот гимму», и посмотреть на внутренние мысли, на то зло и добро, которое живет внутри человека, и насколько оно позволяет человеку обратиться к Богу. То есть вот такое вот, с одной стороны, эпическое описание, оно прерывается с обращением к настоящему времени, и вновь происходит вот разрыв эпической дистанции, но здесь нарушается и, собственно, повествовательность как основная характеристика эпоса, как жанра и рода литературы за счет обращения вот к этому внутреннему миру человека, размышления о его душе. И мне кажется, что вот эти размышления о душе, они всегда, ну, достаточно часто они связаны именно с темой страшного суда в древнеанглийской поэзии. Завершая доклад, я хотел бы вернуться к мысли Михаила Михайловича Бахтина. Он писал, что эпопея никогда не была поэмой о настоящем, о своем времени, став только для потомков поэмой о прошлом. Эпопея, как известный нам определенный жанр, с самого начала была поэмой о прошлом, а эманентная эпопея, конститутивная для нее авторская установка, то есть установка произносителя эпического слова, есть установка человека, говорящего о недосягаемом для него прошлом, благоговейная установка потомка. Ну, как мы увидели, хотя прошлые священные истории остаются именно областью благоговения, они перестают быть обстоятельно недосягаемыми в древнеанглийском христианском эпосе. Напротив, происходит тесная смычка между прошлым, настоящим и будущим, именно за счет рассказа о пресмертном участии человека и о страшном суде. Приведу еще одно высказывание Михаила Михайловича Бахтина. Хронотоп в литературе имеет существенное жанровое значение. Можно прямо сказать, что жанры, жанровые разновидности определяются именно хронотопом, причем в литературе ведущим началом хронотопе является время. Наш анализ показывает, что повествования о страшном суде значительно расширяют эпическую дистанцию, временные координаты эпического рассказа. И это отличает древнеанглийские поэмы на христианские темы от того классического эпоса и эпопеи, который имел в виду Бахтина. И, как нам кажется, специфика осмысления времени и позиция рассказчика и аудитории в рассказах о страшном суде может служить одним из оснований для выделения христианского эпоса, как же поэзия англосат, учитывая всю относительность и сложность жанрового выделения в этой поэтической традиции. Спасибо большое за внимание. У меня все. Большое спасибо за очень интересный доклад, Мария Вадимовна. Я думаю, Наталья Юрьевна много вопросов. Да, действительно, у меня вопрос есть, но такой довольно частный. Меня очень заинтересовал этот юсцеле, который вместе с указательным местоимением, «сисне юсцеле» уже становится фактически синонимом «манхус». То есть у меня два маленьких вопроса. Действительно ли полностью, может быть, даже три. Первое. Действительно ли у слова «юсцеле» там полностью меняется референция? То есть он становится уже синонимом «ада». Второй вопрос. Какую роль играет в этом указательное местоимение «сусне»? Потому что, насколько я помню, в таком героическом эпосе там вообще указательные местоимения не так часто употребляются. И третий момент. Знаете ли вы какие-то другие примеры, когда бы термин такой эпического мира полностью менял свою референцию? Ну, я, может быть, не очень четко выразилась. Мне это кажется, что это не совсем все-таки ад. Потому что они вот в этом самом пиршественном зале, в этом юсцеле, они только узнают а в этом доме мерзости. То есть это то, что называется, мне кажется, то, что называется промежуточный рай. А, вы, да, спасибо, действительно. Мне так это показалось, по крайней мере. Потому что, если сравнивать вот Биавульфа, там же описание Хеврота, и там он как бы вот зал, который готовится к собственной смерти, так скажем. Это же не ад. Ну да, значит, он все-таки не синоним. Возможно, здесь речь идет о чистилище. Ведь когда в конце Елены поэт рассуждает о страшном суде, там как раз очень четко говорится об этом трояком членении людей. Праведники сразу получат спасение, но основная масса занимает срединное положение. Может быть, действительно в этом выражена идея чистилища. Спасибо большое за чрезвычайно интересный доклад, который наталкивает намного размышлений. Спасибо. Спасибо большое, Наталья. Какие-то еще есть вопросы к Марии Вадимовне? Можно я задам? Мне тоже необыкновенно было интересно слушать ваш доклад, Мария Вадимовна. Я подумала вот о чем. Рассматривали ли вы тот материал, который вы нам сегодня представили, в контексте визионерской литературы. С одной стороны, видений таких, как Визио Паули, которым, как считается, восходит визионерская литература. А с другой стороны, в контексте жанра лейтсла исландского, в частности, видения Ранвейг, Лейтсла Ранвейгер, в саге о Гудманде Арасоне, в котором как раз рассказывается и о страшном суде, и о путешествии ее на тот свет. Она посещает сначала ад, и вот ее там обжигают, обжигают, жгут, а потом рай. И вообще вот таких вот видений. У Натальи Юрьевны есть статья на эту тему, но Наталья Юрьевна совсем не рассматривает, да, вот визионерские видения в Исландии и в Англии, но Наталья Юрьевна совсем не рассматривает. У Натальи Юрьевна просто другой как бы вот тут посыл. Она хочет это возвести, связать с исконной традицией. А интересно было бы как раз вот более подробно посмотреть на исландские видения, описание страшного суда в исландских видениях, и, может быть, даже закончить вот такой совершенно поразительной поэмой, которая называется «Драун Кведет», поэма «Грёз», где главный герой умирает, потом оказывается на том свете, потом возвращается и рассказывает о том, что он видел. К сожалению, эта поэма известна в достаточно поздних записях вот XVIII века, но вот Кнут Листель, который ее исследовал, считает, что она, безусловно, ранне-средневековая, хотя доказательств вот у нас нет. Просто очень любопытно вот рассмотреть было бы этот материал в контексте описания страшного суда, ада и рая, вот которые до нас дошли, вот в частности вот скандинавские, мне кажется. Аборож. Или вы, может быть, это уже сделали. Ведений таких очень много. Гляднук дал вот видение, и Наталья Юрьевна упоминала о Дриктельм. Да, но Наталья Юрьевна только в сноске, он присутствует. Вот оно заслуживает того, чтобы его и в сноске перенести в основной текст. Спасибо большое, Инна Геральдовна. Я, к сожалению, не рассматривала эти работы. И эти источники, конечно, важно будет с ними соотнести. Как правило, соотносят с видением апостола Павла, вот с его вознесением. Вот это чаще всего соотносит Христос и Сатана поэмы, поскольку там описание, собственно, ада. Ада и рая отчасти есть. То есть там подробное описание. Мне это было интересно, вот как бы что до этого, вот этот момент суда и распределения праведников и грешников, как он воспринимается. Безусловно, тут надо материалов, которые я стараюсь использовать, да, потому что, как правило, соотносят вот с видением апостола Павла чаще всего. Но и отчасти с Никодимом, да, с Евангелем от Никодима, поскольку оно до древней английской переведено, а вот чтобы соотносились с древне-исланским, я такого не видела. По-моему, они не сносятся. Есть работа Кэролайн Ларрингтон о видении Ранвейк. Собственно, это ее доклад на саговой конференции давнишней. Еще есть Майкл Банс книга о Драмкведед. Но вот такого вот обширного исследования я не знаю. То есть это будет очень интересно. Большое спасибо, Вадимовна, за очень интересное.